Всем привет, с Вами Юлия и мой факультет рукоделия. Недавно на Пинтерест увидела шикарное детское платье. Этот пин вызвал у меня жгучее желание связать такое же своей племяннице. Описание этого платья я не нашла, нашла только схему. И что я хочу сказать, по схеме опытная вязальщица свяжет, а вот новички не разберутся точно. Поэтому для Вас я записала свой процесс вязания. Походу буду объяснять какие-то моменты, чтобы Вам было понятно и Вы смогли разобраться и связать своим мотницам такое же. Я вязала из ниток ализамис. Нам понадобится 3 оттенка пряжи. Я вспомнила, что нужно показать пряжу уже после того, как начала вязание, поэтому у меня здесь не полный моток. Я выбрала 3 кофейно-шоколадных оттенка. В принципе можно взять любые другие сочетания цвета. И сейчас назову их номера. Самый светлый это номер 368. Второй оттенок 494. И самый темный шоколадный это номер 26. В этом мотке 50 грамм и 280 метров. То есть, если Вы возьмете другую пряжу, примерно подбирайте похожий вес и метраж. По составу это 100% мерсеризованный хлопок. Производитель рекомендует вязать крючком от 0,75 до двойки. Думаю 0,75 слишком тонкий размер, а вот двойка вполне подойдет. И я беру крючок 2 мм. Вяжется это платье от горловины вниз. И я Вам хочу показать интересный набор для красивого края горловины. Итак, начинаем вязать. Провязали первую петлю, из нее провязываем вторую петлю. Теперь возвращаемся крючком в первую петлю, захватываем нить и вытягиваем ее. На крючке у нас две петли. Захватываем нить и провязываем одну петлю с крючка. Снова захватываем нить и провязываем обе петли, которые у нас сейчас есть на крючке. Дальше нам нужно завести крючок под те две петли, которые сейчас были провязаны. И достаем нить. У нас снова две петли на крючке. Захватываем нить и провязываем сначала одну петлю, как раз вот сюда, между этими двумя петлями, дальше мы заводим крючок. И затем провязываем две петли. Снова возвращаемся крючком под две провязанные петли и достаем петлю. Провязываем ее и провязываем две петли, которые сейчас на крючке. Снова ныряем сюда, провязали сначала одну петельку, затем провязали две. В итоге у нас должна получиться цепочка с бугорками. Но для того, чтобы эта цепочка была более красивой и аккуратной, нужно взять для набора крючок с чуть меньшим размером, например, 1,5 или 1,75. А сейчас я взяла крючок побольше, чтобы вам было лучше видно и специально вязала большие петли. Теперь давайте покажу, как все должно выглядеть. Вот начало моего платья. И, как вы видите, горловина выглядит ровно и компактно. Здесь я вязала с хорошей плотностью и крючком 1,75. Для кого покажется такой набор сложным, можете начать с простой цепочки и потом сделать обвязку рачьим шагом. В конце я покажу на примере пройм, как делается такая обвязка. Теперь смотрите. На моей цепочке с одной стороны получились бугорки, а с другой идет косичка. Вот в эти косички за обе дольки мы будем провязывать столбики с накидом в следующем ряду. Поэтому во время набора надо считать именно их. Сейчас расскажу, сколько набирать. Предположим, что мы набрали необходимое количество петель косички, переворачиваем ее бугорками вниз и косичкой вверх. Повторюсь, за эти петли мы будем вязать второй ряд. В начале ряда вяжем 3 петли подъема, затем в каждую петлю косички провязываем по одному столбику с накидом. Провязали необходимое количество столбиков, дошли до уголка, в котором начинается линия реглана. В последнюю петлю вяжем прибавку, то есть провязываем в одну петлю 2 столбика с накидом. Дальше нам нужно пропустить перед уголком 2 петли и сам уголок мы будем вязать в третью по счету петлю. Делаем накид и вяжем 3 столбика с накидом в эту петлю. Затем делаем одну воздушную петлю и провязываем еще 3 столбика с накидом в ту же петлю. В итоге должен получиться вот такой пучок столбиков. Снова пропускаем 2 петли косички и начинаем вязать. После уголка также делаем прибавку, то есть вяжем 2 столбика вместе. И дальше вяжем необходимое количество столбиков с накидом до следующей линии реглана. Когда мы дойдем до конца цепочки, у нас вязание распределится на перед, спинку и плечи. Разворачиваем вязание, делаем 3 петли подъема и вяжем следующий ряд в обратном направлении. То есть на концах вязания у нас будет вырез для застежки, чтобы прошла голова. В каждую петлю предыдущего ряда вяжем по одному столбику с накидом, пока не дойдем до уголка. Здесь, над последним столбиком провязываем снова прибавку из двух столбиков. Затем заводим крючок вот сюда, в серединку под воздушную петлю и вяжем такой же пучок из столбиков. Сначала провязываем 3 столбика с накидом, потом провязываем воздушную петлю и еще 3 столбика с накидом. После уголка делаем прибавку, в первую петлю провязываем два столбика с накидом. И далее вяжем по одному столбику в каждую петлю до следующего уголка. Вот тут я хочу обратить ваше внимание, в начале ряда мы вязали 3 петли подъема, сейчас у нас провязан столбик в петлю над крайним столбиком. И чтобы край у вас получился ровным, в конце каждого ряда последний столбик провязываем над тремя петлями подъема. Вот видите, теперь край получился ровный. Сейчас покажу, что у вас должно получиться. Во-первых, вот мой ровный разрез под застежку. Он делит спинку на две детали. Вот пучки столбиков на уголках, они образуют красивую линию реглана. И здесь можно увидеть, что в каждом ряду перед и после линии реглана прибавляется по одному столбику с каждой стороны. И за счет этого получается расширение вязания. Теперь можете взять ручку и записать количество петель, которые я набрала. Но имейте в виду, если у вас другой размер, нитки другие или плотность вязания отличается, вам придется скорректировать количество петель набора. Если нитки тонкие, значит петель нужно будет больше. И наоборот, если нитки толстые, то петель нужно будет меньше. Размер больше – петель больше. Размер меньше – петель меньше. Поэтому не торопитесь, свяжите пару рядов и приложите вязание вокруг шеи ребенка. Вы увидите, насколько правильно легла горловина и уже исходя из этого убавляйте или добавляйте количество петель. Теперь расскажу, как я распределила петли. У меня набрано 80 петель плюс одна для симметрии деталей спинки, то есть на перед, спинку и два плеча по 20 петель, но у нас еще есть уголки и пропущенные петли рядом с ними, поэтому столбиков получится меньше. Записывайте, на первой детали спинки я провязала 8 столбиков. В последней из них делаем прибавку, далее идут две пустые петли, затем одна петля на уголок и еще две пустые петли, затем провязываем 15 столбиков первого плечика, не забываем в первую и пятнадцатую сделать прибавку, далее идут две петли пропуска, одна петля на уголок и еще две петли, дальше вяжем 15 столбиков переда, снова пропускаем две петли, одна петля на уголок и еще две петли пропуска. Затем идут 15 столбиков на второе плечико, снова две петли пропуска, одна петля на уголок и две петли. И осталось у нас 8 петель второй половинки спинки. Можете пересчитать, всего получается 81 петля. Вязание реглана сверху замечательно тем, что можно больше им не делать никаких расчетов. Вяжем кокетку до того момента, пока она не достигнет нужной нам ширины и глубины. Дальше нам необходимо будет соединить детали спинки и переда и вязать уже юбку платья. Для соединения я добавила по бокам по 20 петель цепочки, чтобы надевать платье можно было свободно и соединила детали спинки. До этого момента мы вязали кокетку поворотными рядами, а дальше полотно будет цельным и вязать его можно по кругу. Но мы с вами будем делать соединение каждого ряда, вязать 3 петли подъема и поворачивать вязание, чтобы полотно не перекосилось. Всего здесь у меня провязано 4 ряда столбиками с накидом. И в конце я продела в этом месте шнурочек. Он красиво подчеркивает кокетку и делает ее завершенной. А также платье всегда можно будет подтянуть в этом месте, если оно окажется широковатым. В следующем видео я покажу подробно, как вязать узор юбки. Поэтому не забудьте подписаться на канал и включить колокольчик оповещений, чтобы не пропустить его. А на сегодня я с вами прощаюсь, жду ваши отзывы и вопросы в комментариях. С вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока.